Австрийские бизнесмены На Камчатку и прибыли накануне с очень серьезной и важной экономической миссией. Скажите, пожалуйста, какие компании представлены в этой бизнес-миссии? На самом деле наша миссия включает разнообразные компании Австрии, которые работают в различной совместной деятельности с Российской Федерацией. Это в первую очередь те компании, которые могли бы быть интересны нашему региону, работающие в сфере горных разработок, пищевой промышленности, развития туризма и многих других отраслей. Чем вообще интересен наш регион для австрийских бизнесменов? Мы считаем, что развитие Дальнего Востока России является одним из приоритетных направлений для Российской Федерации. Именно поэтому мы считаем, что мы можем стать участником этой миссии по развитию этого региона. И именно поэтому обусловлен выбор тех компаний, которые мы включили в состав делегации. То есть те отрасли, которые наиболее интересны вашему региону. Это горнодобывающая промышленность, туризм и так далее. Каковы ваши ожидания от этой бизнес-миссии на Камчатке? К сожалению, на сегодняшний день наши компании не представлены значительно здесь, на Камчатке. И основной задачей является обзор и анализ ситуации, налаживание партнерских связей, установление контактов, исследование, изучение потенциальных возможностей нашей компании для участия в бизнесе Камчатского края. Традиционно отношения между нашими странами, между Россией и Австрией находятся на очень стабильном и на очень высоком уровне. В прошлом году товарооборот между нашими странами превысил 40%. Объем австрийских компаний инвестировали в Россию около 7 миллиардов евро. Какие примеры успешных совместных австрийско-российских компаний могли бы вы привести? Я должен сказать, что мы очень рады, что у нас установился такой высокий уровень взаимоотношений, как в политической, так и экономической сфере между Австрией и Российской Федерацией. Наиболее удачными примерами совместных проектов в сфере экономики в первую очередь являются предприятия, которые были созданы в последнее десятилетие, которые работают в сфере деревообрабатывающей промышленности, производства бумаги, целлюлозоволокна, а кроме того, в пищевой промышленности и несколько новых проектов, которые были запущены не так давно в сфере автомобилестроения, которые преимущественно ведутся в центральных регионах России. С 4 по 5 октября на Камчатке на нашем полуострове проводится австрийская экономическая миссия, с 6 по 10 польская. Пересекаются ли интересы ваших стран здесь, на Камчатке? Ну, я думаю, приезд делегаций из Польши – это не более чем просто случайное совпадение. На самом деле, каждая страна имеет свои интересы, свои приоритеты. Польша, как и Австрия – это малые страны. Я могу говорить о том, что, во-первых, у нас между Австрией и Польшей существуют серьезные торговые отношения, серьезное взаимодействие. А во-вторых, я могу говорить за свою страну, что для Австрии развитие России, в частности, продвижение на Дальний Восток является одним из главных приоритетов. Не противоречит ли интерес двух европейских стран к проектам Камчатского края политике санкций, которые проводит Евросоюз по отношению к России? Ну, во-первых, я хочу сказать, что я представляю не политические круги Австрии, я представляю торговую палату Австрии. И в этом смысле, конечно, я могу сказать, что моя позиция и позиция моего органа такова, что санкции – это не лучший инструмент для решения политических вопросов, безусловно. И, конечно же, позиции Европейского Союза, которые продвигают эти санкции, ну, в целом вызывают у меня вопрос. Вы прибыли на Камчатку накануне. Вы уже что-то где-то побывали, удалось вам посмотреть. Каково ваше впечатление? Ну, как вы уже заметили, мы всего лишь один день здесь. И на самом деле мы оценили уже красоту камчатской природы, прекрасную воду, чудесный воздух. Я надеюсь, что сегодняшний рабочий день, завтрашний рабочий день и последующий день выходной позволят пополнить запас впечатлений от вашего края. Спасибо большое, господин Ангираж, за интервью. Спасибо вам за интересные вопросы.